20 век большинству людей представляется как время торжества свободы, уважения прав человека и век триумфа демократии. Однако, взглянув на карту мира, где отмечены страны, в которых в последние 7-8 десятилетий существовали тоталитарные режимы, становится понятно, что ушедшее столетие выглядит скорее как период насилия и рабства, а в галерее политических лидеров эпохи преобладают портреты самых жестоких и кровавых властителей. Миллионы верующих, приверженцев основных мировых религий, возносят свои молитвы Господу, находящемуся за пределами материального мира. Но в 20 веке произошел самый массовый охот людей от веры в Творца Небесного. А природа человека такова, что, изгнав из своего сознания Бога Духа, он тут же создает для себя идолов. В новейшей истории такими идолами стали властители, которым народы поклонялись как живым языческим божествам. У современных тиранов много общего, их карьеры удивительно похожи, настолько, что можно говорить о закономерности. Пожалуй, они отличаются лишь некоторыми национальными особенностями и внешним обликом. В исторической перспективе их коллективный портрет сливается в сверхобраз тирана 20 века. Технология производства живых богов отработана и, можно сказать, универсальна. Многочисленным паломникам, посещавшим превращенные в музеи дома, где родились будущие великие вожди, всегда рассказывалось о скромных условиях, в которых проходило их детство. Действительно, почти все они происходили из так называемого среднего слоя общества. Так, родители Мао были зажиточными крестьянами, отец Гитлера был мелким таможенным чиновником. А Сталин родился в семье бедного сапожника в грузинском городе Гори. В детстве и юности они не проявляли никаких особенных способностей ни в науке, ни в искусстве и ничем не отличались от своих сверстников, кроме непомерного честолюбия. Уже в молодые годы будущие повелители народов становятся активными членами право- или левоэкстремистских организаций, состоящих из неудачников, наивных революционеров-романтиков, авантюристов и люмпинов. Только здесь они могут удовлетворить свою страсть к власти. Жестокость, расчетливый цинизм и коварство быстро выводят их в лидеры. Крайне радикальные организации, подобные немецким национал-социалистам, действуют во многих странах, и до поры до времени их никто не принимает всерьез. Но вот страну охватывает кризис. Закрываются заводы. На бирже паника свирепствует инфляция. В стране уже миллионы безработных. На улицах появляются нищие. К тому же уязвлена национальная гордость поражением в войне. Тогда рядовые немцы делают ставку уже на радикалов и на их вождя, который наведет порядок и возродит честь наций. И хотя Гитлер пришел к власти путем выборов, он тут же покончил со всяким проявлением демократии. Один народ, один фюрер. Еще раньше в Италии в результате путча к власти пришли фашисты во главе с лучшим другом фюрера Дуччо Муссолини. В Азии, в далеком Китае, события развиваются подобным же образом. Ужасающая нищета, инфляция. Тяжелый труд миллионов рабочих не дает им возможности для сносного существования. В этих условиях коммунистическая пропаганда оказывается очень эффективной. Война с Японией ослабляет государство. Правительство поражено коррупцией и раздорами. В результате кровавой гражданской войны устанавливается коммунистический тоталитарный режим во главе с Мао Цзэдуном. В африканских и в большинстве ближневосточных и латиноамериканских стран диктаторы приходили к власти послевоенных переворотов, организованных молодыми офицерами. Русские большевики первыми освоили метод установления тоталитарного режима личной власти. Они подали пример остальным. Цепь поражений России в войне, развал хозяйства, слабость правительства, знакомая схема. И тогда небольшая, дисциплинированная, радикальная организация выходит из подполья. Ряды ее стремительно растут. В итоге революции и нескольких лет гражданской войны диктатура пролетариата, то есть партии. Но диктатуры без диктатора не бывает. А путь диктатора подчинен определенному алгоритму. Некоторые сходят на середине дистанции, зато те, кто проходит путь до конца, получают должность живого бога. Сталин стал им не сразу. После смерти вождя революции Ленина он еще был на вторых ролях. Постепенно, шаг за шагом, Сталин стал теснить конкурентов. В руководстве диктаторских режимов, как в криминальных группировках, идет беспощадная борьба за лидерство. А те, кому удалось захватить бразды правления, в первую очередь избавляются от бывших соратников. Стремясь к абсолютной власти, тираны постепенно уничтожают в своем окружении всех, кто хоть в малейшей степени этому препятствует. Великий мастер интриг Сталин инсценировал серию судебных процессов, на которых почти все лидеры партии и государства были обвинены в шпионаже, вредительстве и других самых невероятных преступлениях и приговорены к расстрелу. Таким же образом расправился он и с руководством армии. Из пяти маршалов было уничтожено трое. Из шестидесяти семи командиров корпусов – шестьдесят. Из четырех флагманов флота – все четверо. Из семнадцати комиссаров – семнадцать. Вторым человеком в нацистской верхушке был глава штурмовиков Рэм. Гитлер видел в нем опасного соперника. На дружеской пирушке люди Гитлера расстреляли Рэма и всех его приближенных. Просто и эффективно. Как в фильмах о чикагских гангстерах времен Аль Капоне. Мао тоже уничтожил второго человека в партии – Линь Бяо, официально провозглашенного наследником великого кормчего. И к репрессии Мао против своих соратников пришелся на последние годы его правления, на время культурной революции. Когда почти все члены старого руководства были смещены со своих постов, подверглись унижению и издевательствам толпы. И все-таки по коварству и изощренному садизму Сталину не было равных. Он, чтобы держать в страхе людей и своего ближайшего окружения, репрессировал даже членов их семьи. Известная своей общественной деятельностью жена Молотова, Жемчужина, была арестована и несколько лет провела в тюрьме. У Микояна были отправлены в ссылку двое сыновей, а у Кагановича был расстрелян брат. Номинальный глава государства Михаил Калинин очень любил свою молодую жену, а любить он должен был только одного человека, своего вождя. Жена Калинина была отправлена в один из лагерей ГУЛАГа, откуда вернулась практически лишь ко дню похорон мужа. Но не всякий большой негодяй, не всякий политический авантюрист, дорвавшийся до власти, может стать живым богом. Для этого нужно еще обладать харизмой, способностью гипнотического воздействия на народные массы, уметь создать волнующий сверхчеловеческий образ. Тираны – великие актеры и режиссеры дьявольского спектакля, где единственный герой – они сами. В политическом театре самой яркой актерской звездой был Муссолини. Не займись он политикой, он мог бы стать гордостью итальянской сцены. Вожди, как правило, зажигательные и темпераментные ораторы, умело управляющие эмоциями толпы. Язык простой и ясный, содержание тоже. Ненависть к врагам, другим народам, другим классам. Обещание прекрасного будущего всем. Кто готов беспрекословно следовать за ними? Они говорили то, что от них хотели услышать. Пожалуй, самым лучшим оратором был Гитлер. Хотя его выступления вызывают в памяти истории о вселении беса. И служат аргументом теории, по которой все деспоты – душевнобольные, одержимые разного рода маниями. Образ вождя требует соответствующего внешнего оформления. Диктаторы, понимая это, придумывали себе невероятные, прямо-таки театральные костюмы, которые, по их мнению, придавали им необходимую величественность. Можно составить любопытную коллекцию диктаторских моделей одежды. Самым изобретательным модельером оказался ливийский лидер Каддафи, просто помешанный на переодевании. Вождь должен был выглядеть крепким и мужественным в глазах народа. И спорт использовался некоторыми из них как средство саморекламы. Уже в преклонном возрасте Мао совершил заплыв по реке Янцзи, в ходе которого, по утверждениям преданных пропагандистов, побил все мыслимые рекорды в плавании. И ведь китайцы верили. Следом за Мао возглавил массовый заплыв Саддам Хусейн. Николай Челушенску оказался фантастически удачливым охотником. У долгое время правившего на Гаите жестокого диктатора Дювалье, известного больше под кличкой Папа Док, было свое увлечение. Он повсеместно распространял среди нищего полуголодного населения вудуизм, смесь католицизма с магическим культом, основанным на вере в духов, оживлении покойников и требующем кровавых жертвоприношений. Террористические отряды Тон-Тон-Макуты убивали всех противников Папы Дока под видом оборотней. Таким образом, лжерелигия приносит вождю не только политические дивиденды, но главное, создает вокруг него орел избранности и мудрости. Более знаменитые тираны действовали в том же ключе. Почти каждый из них считал своим долгом создать свою религию или гениальную теорию, освещающую их народом или всему человечеству единственно верный путь к земному раю. Гитлеровский главный труд «Майн камф» издавался даже на пергаменте, как Библия, и должен был храниться тысячу лет в специальном мавзолее, как священная книга и руководство к жизни для грядущих поколений. Лидер ливийской революции Каддафи не отказал себе в удовольствии стать пророком. Сам он сравнивал себя с Христом и Магометом. Его главный труд «Зеленая книга» признается автором равной Библии или Корану и представляет, по его мнению, свод вечных истин и величайшей мудрости. Собрание теоретических произведений Сталина, в написании которых участвовала целая команда писателей-невидимок, насчитывало множество томов. Корифей всех наук высказывал единственно правильное мнение по всем вопросам. От сельского хозяйства, военного дела и экономики, вплоть до философии и даже языкознания. Труды гения всех народов в обязательном порядке изучались всем населением страны. А некоторые, особенно мудрые высказывания, такие как «Будет урожай, будет хлеб», «Не будет урожая, не будет хлеба», заучивались наизусть. Остается загадкой, эти гениальные труды были для их авторов лишь элементом игры, или они всерьез считали себя великими мудрецами и пророками, перед которыми открылись все тайны мира. Пример Мао Цзэдуна, тоже автора многочисленных сочинений, склоняет в пользу второго предположения. Видимо, он действительно так вошел в роль, что возомнил себя обладателем божественного дара знать все и обо всем. Во всяком случае, никто не превзошел Мао во внедрении идей в умы и сердца своих подданных. Почти миллиард взрослых китайцев носили книжицу цитат из произведений великого кормчего всегда.